все вот так даем задний ничего ничего убирать не будем это территория нагорно-карабахской республики поэтому мы тут решаем где останавливать машину оборачивая машина, нашли оручном и электронном оборудовании и мы с вами все у нас все разбросываю оборудовании и оборудовании мы с этим расчетом Продолжение следует... 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 ну давайте стреляйте что это применение силы ребят ну как отойти не получится ребят а смотри там это пока что там это я давай смотри туда я я говорю что я говорю из-за командования из-за пиздествия вашего командования арабаха поставлен на грань голода не получится товарищ майор машину уберите машину уберите товарищ майор а можно а вы можете открыть лачийский коридор мы сразу убираем машину убрали зачем причина 10 секунд ну давайте не это позорачивай давай без этого давай не будем друг с трудом ты отрежь ворота открывай ворота открывай ворота открывай открывай выезжай прямо Давай, проезжай, проезжай над машиной, ответите, давай, проезжай, стреляй, стреляй, еще, еще. Вот миротворцы, которые ни разу не решили вопрос насчет захвата Лачинского коридора, агрессии Азербайджана, и они применяют силу к мирному населению, которому они пришли сюда защищать. Вот миротворцы, как они защищают Нагорный Карабах. Проезжайте, мы машину не снимаем, проезжайте. Мы к вам силу не принимаем и машину не снимаем. Ни хуя не будем эту машину отсюда вытранить. Вот так, попробуйте. Но я-то скажу, вы нас провоцируете, мы к вам всегда ходили мирно. Если вы проезжаете машину, тогда будет другой ответ. Мы сюда больше мирно... Если вы применяете силу по отношению к тем, кого вы должны были защищать от врагов, и не применяете силу к врагам, вы уже показываете, за кого вы тут. Вы исполняете приказы террориста Алиева. Не на вас, не на вас. Это просто, чтобы всем было слышно. Давайте, проезжайте. Пожалуйста, ребят, берем всех сюда, поднимаем и убираем. Не, не поднимаем и убираем. Нет, пусть это БТР. БТР, проезжайте, БТР. Вы зачем БТР-то сняли? Я не понимаю машину. Давайте, раз, два. Давайте, мучаемся. Снимай, что они там ломают. Во, вы мне буфер поломали, будете отвечать. Буфер поломали, во. Смотрите, миротворцы, как они себя ведут. Вот, наши миротворцы. Вот. Не, закрыто. Можете поломать замок. Мы знаем, что вы можете применять силу по отношению к нам. Если машина будет повреждена, вы будете ее через новую купить. Да. Поехали, 34. Оу. 34. 34. 34. А что русский солдат не открывает латинский коридор? Да, прекрасно. Потому что империя дрожит перед Азербайджаном, да? Вы региональные подразделения, встали. Давайте, встали. Встали, так встали. Давайте, тащите. Поехали. Ребята, еще сюда. А что вы БТР не проезжаете? Зачем вы БТР-то сняли? Нас пугаете, да? Шопу, шопу, шопу. Ищи. Вы, говорят, не знаете русского солдата. Перед азербайджанцами дрожат. А тут, видите, они стали русскими солдатами. А вы... Ребят, давайте толкайте отсюда, немножко вон в ту сторону, как раз будет в самый раз. Вам сколько денег заплатили? Если, там, вы что, знаете, стыдно вам, товарищ полковник? А вам должно быть стыдно. Стыдно вам, то, что вы загнали нас в плен и держите 30 тысяч детей на грани голода. Кто должен был мне заплатить для того, чтобы я свой протест побегал? Почему вы голос повышаете? Потому что вы повышаете. Я ваша ворота. Своя техника не блокирует. Не тройте меня за руку. А я буду ударить тебя за этого. Не ударит. Да пусть ударит. Не ударит. Все. Все, вход опять закрыт. Закрыт военной техникой. Русские сами себе вход закрыли. Пусть закрывают. Все равно закрыт. Правая руля. Куда на меня? На меня, на меня, на меня, на меня. Давай, 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 давай. Отлично. Все, красавчик. Все. Как мы и говорили, вход перекрыт и будет перекрыт. И будет перекрыт. Русские миротворцы пришли нас защищать. Загнали в плен. Поставили страну на грань голода. Во, красавцы. Во, красавцы. И смотрите, как они усердно с нами борются. Видите ли, Карабах защищают от Азербайджана. А нам говорят, кто вам заплатил. Мы говорим, что мы находимся в состоянии геноцида. Все, все, все. Они говорят, кто вам заплатил за то, что вы боретесь против этого. Против грядущего голода. Против того, что транспортная инфраструктура, вся транспортная инфраструктура парализована в Арцахе. И это ведет к катастрофическим последствиям. О, товарищи закрыли. А вы надежны. Одну секунду. Товарищи, товарищи, товарищи. А если мы внизу закроем, вы тоже БТР пригоните. Как раз у нас, товарищ подполковник. Отойдите, пожалуйста, за белую линию. Да. Только не трогайте меня. Не трогайте меня. Я же попросили. Отойдите, попросил. Ну попросили, нехорошо попросили. Руками просят. Не нужно руками просить. Нет. Иногда им можно и поклониться. Мы вам каждый день спасибо говорили, между прочим. Клониться нужно. Нет. Сесть на голову. И распустить ноги еще. Все. Дорога перекрыта. Вход перекрыт. Центральный вход работать не будет. Скоро перекроем остальные входы. Все, ребят. Отлично. Отлично. Перекрыли. Ну перекрыли. Таким будем стоять. Да, слушаем. Есть. Дороговник Сазонов. 6 числа вы сказали, что у вас не предусматрено обеспечивать безопасность мирных акций по... Давай, давай, давай. Стой! По... На Лачинском коридоре. Ах, где? Давай, давай. О! О! Единственный раз миротворцы применили боевую технику и то против мирного населения. Кошмар и смех и грех. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ну, интересно, как товарищ Ленцов, как он спит, зная, что загнанные в плен люди скоро окажутся на грани голода. За 30 тысяч детей и того 120 тысяч населения спит с сытым желудком, с сытым животом, спокойно себе. А его миротворцы, видите, вот чудят тут. Чудят. Они нам, видите ли, видите ли, в ответ на наш процесс, то, что они закрыли Лачинский коридор. А закрыли Лачинский коридор именно они, потому что они пустили туда азербайджанцев. Место, где типа эти экоактивисты там что-то чудили. Это полковник, генерал Волков пустил туда, пустил туда азербайджанцев, перекрыл нам коридор. Теперь мы перекрыли им въезд. Видите, как они сопротивляются. Если бы так же сопротивлялись, чтобы открыть коридор, коридор был бы открыт, и народ Нагорного Карабаха так бы не страдал. Так бы не страдал. Но у нас миротворцы сильные говорят, вы не знаете, кто такой русский солдат и таскает машину. Слушай, русский солдат должен выполнять приказы Верховного Главнокомандующего и заявление от 9 ноября, под которым подписано как раз со стороны их Верховного Главнокомандующего, чего они делать не собираются. И вся вина на их совести, вся вина за то, что люди страдают, за то, что они полноценное опитание, за то, что обмороки и выкидыши у... Да не шуми! Обмороки и выкидыши у... 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 Веременных женщин. Вот. Это их заслуга. Они... Не исполняют взятые на себя обязательства. Что ты делаешь? Ну, видите, так, как тут дерзко двигаются. А что, лачинский коридор открыть слабо? Да? Это приказ Ленцова. Генерал-полковник Ленцов отдают такие приказы. Молодцы! Молодцы! А совесть? А совесть? А совести никакой. Стыд и позор. Стыд и позор. Ничего не скажешь. Значит, вот здесь мы можем остановить машину? Я правильно понимаю? Это ли, товарищ подполковник, вот эта линия, да, вы говорите? Вот вы ее сюда поставили? Ну, значит, машину мы пригоним сюда. И думаю, вопросов не должно быть. Ну... Ну, видите ли? Они спрашивают, а кто вам заплатил? Это же нужно быть таким оторванным от реальности, чтобы им казалось, что нам должны заплатить за то, чтобы мы боролись за право на жизнь наших детей и нашего народа. Который стоит не то, что уже перед угрозой геноцида, а белый геноцид, он уже запущен, он уйдет. А тотальный грядущий голод будет самым настоящим кошмаром, и который останется на совести ихнего президента Путина. Больше ничего сказать. Их удивляет, что люди, загнанные в плен, борются за свою свободу, на свою жизнь. Вот такие у них соображения у миротворцев. Ну, хорошо, остановись, закрой дорогу как надо. Все равно, я же сказал, этот вход будет перекрыт. И он перекрыт. Перекрыт еще более мощной техникой. Теперь мы знаем, как перекрывать ваши входы и выходы. Достаточно легковушку какую-нибудь поставить, вы в БТР пригоните. Так и будем делать. Так и будем делать. Ну вот. Ну вот. Я просто, вот эта фраза, толкают машины, говорят, вы не знаете русского солдата. О, ё-моё, это останется в истории. Вот они как машины толкают, да? Да. Отлично. Отлично. Вы что, водить не можете БТР ваши, старые, дряхлые? Не, ну что... Полчаса назад, да. Представляете, если экстренно нужно будет выехать, они... О! Я прошу без мата, нас слушает весь армянский народ. А у нас не принято при женщинах материться. О! Ох, как русские управляют техникой, мне нравится. Это вы что, после бутылки тутовки, я не понимаю с утра? Что? Закройте, камеру уберите. Нет, рот не закроем, камеру не уберем, пока вы не откроете лачинский коридор. И прошу, и прошу быть корректным. Потому что... Я тоже прошу ответить. Но я тебе не говорил, что закрой рот. Теперь ты мне заставляешь, чтобы я сказал, сам закрой рот. Нравится тебе так? О! 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 Хорошо! Хорошо! Все, ребята, закончили? Все, финиш. Ну, хорошо. Тайм аут. Одну секунду. Значит так, ближе отойди, ближе отойди, отойди. Вот сейчас русские на мирного гражданина, который сидит в машине. Наезжают БТРом, вот, вот как они себя ведут. Вот. Говорят, что мы проедем БТРом через машину, в которой я сижу. Вот такие у нас. Вот товарищ Сазонов, товарищ полковник. О, смотрите, смотрите, какая они БТР. Ди-ка, слиминтово. О, БТР поставили, пушку навели. Вот, товарищ полковник. О, машину пригоняют. Ну, 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 ну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова